В этот день, который по праву сегодня занял подобающее место в календаре, это день телевидения и радиовещания, мы чествуем тех, кто создает для нас видео и радиопродукцию. Мы чествуем тех связистов, которые доносят до нас телевизионный и радиосигнал. И в этот день я бы хотел сердечно поздравить не только сотрудников телерадиокомпании, не только связистов, не только все те, кто причастен каким-то образом к этому таинству телевидения, радиовещания и связи, но самых главных наших ценителей – это телезрителей. Мы живем, мы работаем для вас. Ваш звонок, ваше выключение телевизоров – это признание нас. Спасибо вам. И для того, чтобы вы узнали, что такое телевизионная кухня, я приглашаю вас в путешествие по телерадиокомпании. Добро пожаловать. В праздничный день можно себя и похвалить. А поверьте, в Луганской областной телерадиокомпании и есть чем гордиться. Так, несколько лет назад был создан собственный телевизионный канал. Наверное, зрители помнят, что раньше программы областного телевидения выходили на каналах Интер, УТ-1 и УТ-2. А теперь 17 городов области могут принимать программы абсолютно автономного канала ЛОД. Еще. Мы первыми в Украине перешли на цифровую технологию производства, что, кстати, стоило нашей телекомпании около миллиона долларов. А вот еще детище, которым наш генеральный директор очень гордится. Вот это то произведение, я по-другому назвать не могу ее, которым я очень горжусь. Это областное радио ФМ Пульс. Мы хотели иметь то средство связи, при помощи которого мы 24 часа общаться с радиослушателем. Где мы можем дать ему новости, где мы можем дать краткую информацию. А самое главное, мы можем создать ему хорошее настроение при помощи музыки. И таким средством является радио ФМ Пульс. Я рад, что он у нас есть. И хочу второе в этой связи. В ближайшее время мы получим еще частоты в городах Ровеньки и Старобельск. И тогда мы сможем покрыть всю область радио ФМ. Вот тогда мы скажем, что мы действительно работаем для всего населения области. В эфире областного радио можно услышать свежие новости, разнообразные программы, а также музыку на все вкусы и возрасты, популярную, ретро, классические произведения. А музыкальные заставки теле- и радиоэфира – дело рук нашего композитора Юрия Олейникова. Мы находимся сейчас в той комнате, где рождаются волшебные звуки музыки. И перед нами человек, который заставляет звучать каждую ноту, заставляет звучать, воспроизводить прекрасное, которое есть у нас. Мы продолжаем знакомиться с работой областного радио. Понаблюдаем за тем, как радиожурналист готовится к выходу в эфир. Отсюда выдается, идет прямой эфир. Сейчас видно, как редактор работает в студии, как операторы работают непосредственно на своей технике. И пройдет несколько минут, и эта программа будет звучать в радиоэфире. Войдя в кабинет главного редактора радио Аллы Копаневой, Николай Андреевич просто пропел хвалебную оду радиожурналистам, худисникам эфира. Помните, как в старой песне было, что ради строчки в газете проходится несколько дней путешествовать где-то. Вот так и они. Вставая рано утром, проезжая очень поздно, с диктофоном, с рекордером, они собирают информацию. И далее начинается самое кропотливое. Это ее обработка и выдача в эфир. Сегодня радицы, наверное, имеют возможность работать в совершенно другом плане. То есть работать оперативно, работать быстро. И главное, собирать оперативную эту информацию. Они обладают современной техникой, обладают современными рекордерами. Самое главное, обладает каждое, большинство рабочих мест оборудованы компьютерами. Загоняется информация в компьютер, обрабатывается, и после этого передается эта информация в сердце радиовещания, это в центральную аппаратную. Если редактор, это кровеносная сосудина, или сосуд вещания, то сердце находится вот в этом кабинете, в этой комнате. Это центральная аппаратная. Здесь сегодня через вот эти пульты проходят три программы центральных украинское радио. и они работают практически круглосуточно. Сюда приходит звук из Киева, и отсюда мы ее раздаем по области. И о том, что вы слушаете промень, уважаемые радиослушатели, о том, что вы слушаете национальную программу, вот все из этого кабинета. И от того, как он работает, зависит и качество всего вещания. В видеотеке нашей телерадиокомпании хранится несколько тысяч кассет, на которых записаны различные программы, концерты, мультфильмы, кинофильмы. И видеокон постоянно пополняется. А когда наш генеральный директор хочет дома отдохнуть, какой фильм он поставит? Себе, например, видеомагнитофон. Есть себе видеомагнитофон 3 плюс 2, где есть юмор, где есть отдых, и где есть самое главное в этом фильме, это человеколюбие. А когда вы щелкаете дистанционкой возле экрана, на какой передаче остановитесь в первую очередь? Знаете, я в первую очередь всегда останавливаюсь на новостях. Для меня информационная служба, я их называю королевой телевидения. Я люблю очень новости. Почему? Я человек и хочу знать, что творится в регионе, что делается в Украине, что делается в мире. Поэтому для меня самое главное – это новостейные программы. И второе – это программы, которые больше говорят о человеческих ценностях. От меня неинтересно. А чего наши зрители никогда не увидят на канале ЛОД? На канале ЛОД они не увидят никогда. Это порнографии. Они не увидят страхов, которые несутся. Они не увидят наркомании. Они не увидят вот той огромнейшей море крови, которая льется часто на экранах других телевизоров. Да, на канале ЛОД есть ограничения в показе видеопродукции, за что зрители, особенно те, у которых есть дети, говорят нам спасибо. Также есть некоторые табу в производстве рекламной продукции канала. Есть некоторая реклама. В первую очередь табачные изделия. Во-вторых, ликроводочные изделия. И даже пиво, о котором мы часто говорим, что оно как будто бы легкий напиток. А на самом деле, вы видите то, что сегодня повальное увлечение молодежи пивом, тониками всевозможными, которые сделаны на спиртовых настойках. И если мы в 12 лет или в 10 лет ходим с бутылкой пива по городу, сегодня в скверике сидим, то неизвестно, что будет через 5-7 лет. Не пристрастится ли этот молодой человек или девушка затем уже к более крепким спиртным напиткам. Поэтому вот табак и водка не должны быть на экране. Что ж, нам кажется, пришла пора познакомиться с кухней телевизионной. Знаете, телевизионный процесс довольно сложен. Для того, чтобы вышла передача в эфир, необходимо первое, редактору определить тему. Второе, поехать на место и посмотреть, что можно снять с того материала, который он задумал. Третье, сесть и написать сценарий. Четвертое, это сценарий отдать режиссеру, для того, чтобы он определил, что нужно непосредственно снимать. Пятое, должен быть оператор, который проедет на эту точку, которая определена, и который сделает съемки. И затем начинается волшебство. Я по-другому сказать не могу его. Из того, что мы сняли, с обилия материала, надо выбрать самые ценные, самые хорошие, и затем смонтировать материал, и выдать его в эфир. Волшебство делается здесь. И вот мы видим с вами, как делается волшебство в этой ситуации, когда сидят люди, целая группа, и отбирает по крупинкам каждую частицу материала, монтирует его, и делает то, что мы называем своеобразным произведением искусства. Это телепередача. В аппаратной компьютерной графике занимаются украшением нашего телеэфира. На плечах этих творческих людей заставки как для отдельных телепрограмм, так и ролики, по которым можно понять, что вы смотрите именно канал ЛОД. Вот мы находимся в студии, там, где мы видим часто, как волнуется редактор, бета-прямой эфир. Мы видим, как дрожат у него руки. Мы видим, как волнуется тот собеседник его. И это нормально. Я считаю, например, что тогда, когда редактор проходит студию, и перестает волноваться, и ему уже на телевидении делать нечего. У него должна быть легкая дрожь в голосе. У него должна быть легкая испарина. И должны, самое главное, блестеть глаза. Зритель доверяет блестящим глазам. Я бы хотел, чтобы в нас работали только такие редакторы. Телезионное производство особое. В студии работают три, иногда четыре камеры. Но телезритель видит только одну картинку. И вот мы находимся в аппаратной, где мы видим, сразу горит четыре экрана. Это значит, включены четыре камеры. А вот то, что на экране, мы так называем эфирный экран. И это будет непосредственно уже на экране. И здесь сидят профессионалы, которые должны отобрать тот кадр, который бы украшал действительно экран. И это режиссеры, операторы. Это те люди, которые дают нам хорошую картинку и действительно сеют разумное, доброе и вечное. И самая тяжелая работа – это в редакторе новостей, в операторе новостей. Вот вы посмотрите в этот кабинет, в котором практически нет людей, потому что они сейчас занимаются сбором информации. И если говорят, что говорить словами песни, шеста раз меня дома не застанет, я в дороге, я в пути, так это в первую очередь надо говорить о новостях, о невечном поиске, о невечном в дороге. Если задача журналистов новостных программ дать оперативную и лаконичную информацию, то задача журналистов, которые готовят тематические программы, более глубокое изучение тем экономических, политических, медицинских, исторических, различных. Темы иногда отслеживаются годами. Редактор сравняет, что было вчера, а что стало сегодня. И я благодарен тематике, редакторам тематических программ, зато они скрупулезно все отслеживают и выдают на экран. Знаете, можно сделать короткий сюжет, полдые-две минуты, а редактор тематический ваяет полотно 20, 30 или 45 минут. И чтобы это сделать, нужно действительно иметь талант. Вот отсюда сигнал, видео, аудиосигнал поступает уже на передатчик, на телевизионную вышку. Оттуда разгоняется по области и мы видим с вами то, что мы видим сейчас с вами на экране. Вот если бы спросили, что такое символ телевидения, я бы назвал бы телевизионную вышку. И не потому, что она своеобразное архитектурное произведение, не потому, что там стоят передатчики на ней, а потому, что это самая высокая точка в любом городе и районе. В этой вышке будет 200 метров. И вот с высоты 180-140 метров разгоняется сигнал по области. Вот то, что мы сделали, то, что мы воспроизвели, сюда приходит и в виде радиосигнала расходится по области. И если сегодня спросить любого жителя, где находится телевидение, он скажет, там, где находится вышка. Поэтому я бы хотел, чтобы эта вышка стояла вечно и вечно смотрели наши телезрители канал ЛОД и слушали проводовое радио и радио ФМ Пульс. Субтитры сделал DimaTorzok